Итак, начинаем. Итак, коллеги, сегодня у нас очередной, 18-е в этом будущем году заседание. Тема, вы все знаете, большой отродный коллайдер, доступные компьютеры, передовые рубежи натурного и численного экспериментов и интересов. Значит, у нас сегодня двое, Евгений Владимирович Блигарфов и Владимир Иванович Шевченко. Значит, ну, они сами расскажут несколько вопросов про ИТ, который является нашим базовым исследованием. По своей потребностям, по вашему студенту, значит, я сейчас объемлюсь сразу, чтобы говорить в тему следующего заседания. Следующее заседание – это фазовые переходы и высоких истеков на высоком давлении. Будет рассказывать Брашкин, Владимир Иванович, замдиректора Института физики и высоких давлений имени Верещанина Российской Федерации Миноно. В этом институте, естественно, тоже у нас есть базовая кафедра, только не Поповская, так, все время, а в культуре-то проблем физики и энергии. И это будет все равно обстояние в экстремальных условиях. Значит, это будет следующее. Значит, я, как обычно, пускаю в список. Кроме того, обратите внимание, здесь еще один листик. В этом листике перечислены те e-mail'ы, в ответ на рассылку, с которых регулярно приходит рубль для почтового дела. Скорее всего, по этим адресам до вас рассылка недоходят. Вы можете там вписать в новую вебинацию. Читать вебинацию. Пачка объявлений о следующем семинаре. Напоминаю еще раз, кому интересна тема, не забудьте в конце подойти ко мне или вырвать желание написать по ней рефературу. Познакомиться с докладчиками. Добрый день. Добрый вечер. Спасибо за предложение выступить. Я, Михаил Игоревич, представляю Институт теоретической и экспериментальной физики. Это в ряде отношений совершенно замечательный институт, который, безусловно, нуждается, как было сказано, в молодых, энергичных, талантливых людях. Но я об этом скажу чуть подробнее в конце своего выступления. А начну я вот с той темы, которая здесь обозначена. Вы все слышали, знаете, что флагманским проектом, локомотивом современной физики частиц, экспериментальной, безусловно, и во многом теоретически, является проект большого адронного коллайдера. БАК, как его говорят, или LHC. Это аббревиатура Лачих адронного коллайдера. Вы много про него знаете из каких-то средств массовой информации. Слышали про рождение черных дымов и еще что-то вокруг этого. Шума было достаточно много. Я хочу то время, которое мне здесь предоставлено, использовать для того, чтобы в меру своих скромных сил попробовать вам дать ощущение не масс-медийное, а такое почти профессиональное, того, что там происходит, какие задачи стоят, и какая идейная мотивация к этому задачу. Зачем человечество потратило 20 лет и больше 10 миллиардов евро на то, что будет устроить этот прибор Большой Николай. Для того, чтобы это обсуждать, сначала надо сказать несколько слов о том, где мы расположены на карте нашего современного знания, физической реальности. Мы расположены вот на этой зоне. Здесь ось энергии, которая измеряется в гидроэлектронвольтах и электронвольтах. Напомню, что электронвольт – это энергия, которую приобретает электрон, проходя разных кондициалов от 1 вольт. Она же в некотором смысле шкала расстояния. Чем левее, тем меньше расстояние. Она же в некотором смысле шкала времени. Историческое развитие физической науки идет все время на обратно. И видно, что это развитие сопровождалось все большей и большей унификацией. Магнитизм и электричество, которое рассматривали в 19 веке, как независимое явление, были осознанным акселом, как явление одного, одной природы. В дальнейшем достижении было осознание того, что и слабые взаимодействия, ответственные, например, за процессы, происходящие внутри нашего Солнца, имеют эту же внутреннюю природу. Отдельно, порой, очень важный видал факт осознания того, что ядерные силы, которые связывают протоны, нейтроны в игре, описываются теорией, которая во многих отношениях похожа на плантовую динамику, это для этого QCD, во многих отношениях похожа на теорию магнитизма, это так называемая коллеговочная теория. Это же явление произошло в гравитации, когда земная гравитация, гравитация, которая началась в геолеи, бросая шарик с казарской башьей, оказалась объединальным тоном с гравитацией небесной, когда Кепра возвращала движение планеты. Однако вот объединение этих двух идейных теоретических конструкций не произошло до сих пор, и не факт, что оно будет дальше, хотя оно ждет нас будущего, но многие надеются. Вот сейчас мы ожидаем сделать следующий шаг. Что нас ждет за определенное вот этого масштаба расстояния, вот этого масштаба энергии, до которого у нас до сих пор есть информация, как устроена природа на уровне своих фундаментальных комплектуэров. Будет ли здесь какой-то новый мир, новые частицы, новые шаги вот этого объединения, или наоборот здесь расстегнет множество каких-то новых ветвей и развитие наоборот пойдет в какую-то совершенно другую сторону, мы этого не знаем. Но структурно, ну, мы хотим это узнать. Вот здесь такая аббревиатура Суси. Кто-нибудь знает, что она означает? Откуда вот эти вот четыре микро? С, 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 Ирик. Что это такое за аббревиатура? Когда-нибудь кто-нибудь сталкивался с ней? Поднимите руки, кто когда-нибудь сталкивался с этой аббревиатурой? Какие царами? Некоторые сталкивались. Ну, вот будем считать, что это единственное домашнее задание после моего рассказа в Википедии набрать, что такое Суси и выяснить. Это японская. Да. Но не путать, да, Суси, которые японские Суси. На другом языке, вот та же картинка, которую я вам показал, выглядит вот таким образом. Это так называемый куб физических теорий. Такая вот карта о физике, придуманная традиционно погибшим в 20-х годах физиком Матвеем Братштейном, в Казельбургском, в которой по всем отложена характерная величина действия, которая характеризует данные физические термины, характерный масштаб скоростей, с которыми эта система движется, характерный масштаб ее энергии, импульса, массы, то есть того, что гравитирует, того, что участвует в революционной гемодействе. Вот вы видите, что в режиме, что это также означает? У вас есть режим, когда вы близки к этой оси, когда у вас несущественные квантовые эффекты, несущественные эффекты неративистские, эффекты, связанные с тем, что у вас конечная скорость света и с тем, что у вас есть конечный квант действия, постоянная планка H. В этом случае у вас классическая физика, огромный образ классической физики, классические решали, теоретики геотиды микрона, все, что мы изучаем в курсе общей физики до квантов, как мы говорим, жаргонные, до релативизма. Когда мы начинаем идти сюда, здесь мы встречаемся с электродинамикой. Электродинамика описывает процессы, происходящие со скоростями близкими, к скоростям света, или буквально со скоростью света, как все процессы, связанные с электромагнитными волнами, в частности со света. Есть существенные эффекты того, что С не бесконечность. Существенные эффекты конечности С, то есть эффекты релативизма. Вот в этой области, где объединяются, важна и гравитационная физика, и релативистская физика, живет общая теория относительности, ОТО. Теория, которая предсказывает, в честности, такое явление, до сих пор эксконентально не наблюденное, как существование гравитационных голов, которые излучаются, например, вращающимися друг относительно друга с двумя звездами. Вот здесь вот живет квантовая механика, наука, для которой не существенны большие скорости, но существенны маленькие действия. Существенное, что характерное произведение в каком-то смысле импульса на длину порядка H. Вот это аббревиатура КТП. Не буду у вас спрашивать, что она означает. Скажу. Эта аббревиатура означает квантовая теория ПОТОР. Это современная теоретическая парадигма такое употреблю модное слово физика элементарных частиц. Теория, точнее сказать, система теории, которая объединяет квантовую механику и специальные теории относительности. Теория, в которой важны одновременно и квантовые, и литивистские эффекты. В частности, квантовая электродинамика, квантовая хромодинамика, про которую я говорил на прошлой прозрачке, на прошлом слайде, они относятся к классу теории. Наконец, вот здесь живет что-то, мы не знаем что, что умеет работать одновременно и с гравитацией, и с квантовостью, и с релятивизмом. Многие верят, что это так называемый теория стун. Многие, наоборот, не верят в это. Но, тем не менее, вот наше движение вот в эту неизведанную область, хотя много открытых вопросов есть и в других частях этой диаграммы, оно идейно тоже это то же самое движение в сторону все больших энергий и все меньших расстоятельств. Вот вся эта схема, которая была нарисована, она носит такое же аргумное название стандартной модели. Конечно, на самом деле, это давно уже не модель, это надежно установленная теория, которая описывает современную картину элементарных частиц. И вот есть такое мнение, которое я разделяю, что это один из самых удающихся результатов человеческого интеллекта за всю историю развития цивилизации, формулировка стандартной модели. Если подумать, какое количество человека веков было вложено в создание этой конструкции, такая драма идей исторического предшествия формулировки стандартной модели, вот всех этих теориях, которые представляют теорию магнетизма, сильное взаимодействие, слабое взаимодействие в едином теоретическом каркасе, то, конечно, это производит потрясающее впечатление, хотя некоторые считают, что приручение собаки было более цивилизационно значимым событием, а другие спорят и говорят, что приручение лошади было более значимым, потому что оно позволило продвигаться в далекие пространства, позволило сразу человеку очень сильно расширить глядзон экспансии. Третьи говорят, что это все ерунда и огонь, покорение огня, это самое важное. Но каждый может сделать свой выбор, но вот нет критерий сравнения. Да, критерий сравнения здесь очень субъективные, я бы сказал, такие эстетические. Но вот единственное, что я могу предложить, это слизи цитата Ричарда Фейнмана, которого вы все, конечно, знаете, как минимум по курсам лекций, по замечаниям. Он говорил, что восприятие наших потомков через 500 лет, самым фильмом саду 19 века, конечно, будет открытым акселемом своих уравнений. А на фоне это гражданская война в Америке будет мелкой традициальной заворучкой. Это говорит американец, для которого гражданская война это основное событие национальной истории. Какие основные идеи стандартной модели? Причем любая теория, это прежде всего идея, а потом формула. И сформулировать новую идею в каком-то смысле бесконечно труднее, другого класса трудностей задачи, чем написать новую формулу. Хотя здесь тоже могут быть разные точки зрения. Первая идея формулировать в словосочетании калибровочная инвариантность. Теория почему-то природа устроена таким загадшим образом, что естественным образом она описывается на языке избыточных перемен. У вас есть некоторые переменные, это знакомые вам вектор потенциала например элферического поля магнитного хотя такого же сорта перемен есть и для описания сильных взаимодействий и для описания слабых взаимодействий. В терминах этих переменах он используется очень просто как локальное взаимодействие токов с полем в большой аналогии с тем как мы это делаем в теории электричества. Но они не наблюдаются эти объекты наблюдаются напряженности поля другие объекты в терминах которых взаимодействие локально. Различные конфигурации динамических полей описывают одну и ту же физическую систему. Это очень глубокая мысль которая приводит к большому количеству разных средствий и мы по большому счету не знаем зачем приводит это понадобилось зачем понадобилась эта избыточность калибровочная. Другая мысль которая тоже знакома нам с повседневной жизнью но физики частиц она сыграла только в 20 веке в таком смысле это идея спонтанного нарушения симметрии а именно идея о том что если у вас есть уравнение если у вас есть какая-то задача генетониан или какой-то процесс то уравнение может обладать некоторой симметрии но это не всегда есть симметрия решения что если вы требуете чтобы решение было на нем реализовывалось какой-то минимум например минимум энергии решение может эту симметрию нарушать оно может обладать более низкой симметрии чем уравнение когда на встрече вот эта полевая конфигурация обладает нарушает симметрию относительно отражений которые имеют изначальный потенциал и это очень глубокая мысль настолько глубокая что получает мудрость премию за эту мысль но конечно за некое развитие но тем не менее то что наш мир есть ряд важных симметрий которые в нашем мире спонтанно нарушены это позволяет нашему миру существовать если бы этих симметрий если бы наш мир был симметричен то нас бы с вами здесь не было мы летали бы по вселенной в виде таких безмассовых кварков и глионов со скоростью света а третья важнейшая вещь это показатель структуры поколения частицы стандартной модели те частицы которые мы считаем элементарными на данный момент глина заряженные клоны то есть электроны глионы тау частицы кварки группируются вот с таким вот структурой вот эта таблица вот этот график это что такое это масса каждой частицы в каждом семействе то есть такие четыре семейства а она нормирована таким образом что массы самой тяжелой частицы считаются равны единице вот они здесь все видите единичают себя а дальше массы были легкие вот отложены в альтернической шкале видно что есть какая-то иерархия масс причем иерархия сильная иерархия видите здесь сто тысяч раз и сто тысяч раз это в данном случае от ап-кварка до т-кварка если мы можем считать герархию демитрины т-кварка она будет гораздо больше но в истории естествознания неоднократно так бывало что периодичность свойств чего-то указывала на то что существует какая-то структура которая ответствует за эту периодичность эта мысль один раз сыграла с Дмитрием Ивановичем Менделеевым как вы прекрасно знаете когда сначала была эмпирически наглядена периодичность химических свойств а потом уже сильно позже в рамках квантовой механики была создана что это связано с некоторыми регулярностями заполнения электронных орбит на оболочках атома второй раз это сыграло в 50-х годах прошлого века когда регулярности в свойствах адронов сильно взаимодействующих частиц привели Геллмана и других американских физиков Мирей Геллмана к идее о кварках о том что есть фундаментальная составляющая адронов кварки которые как свободные частицы не наблюдаются это очень интересное явление о том будет рассказывать об этом в мире экспертов в этом явлении должен вам заметить Михаил Ильич Поликар в своем выступлении и вот таблица Менделеева для кварков и для дронов все знают как выглядит Менделеева для химических элементов для атомов а вот для кварков не все знают как она выглядит она выглядит в виде таких вот октайдров пирамид здесь вот символы частиц Ромезон Омегомезон Фимезон Домезон Демезон А это кварковые составы этих частиц и фагорейцы были бы в восторге фагорейцы были бы в полной восторге и этот вопрос нас возвращает вот этому извлеченному государственному вопросу какая математическая структура стоит за поколениями частиц стандартной модели мы разобрались с химическими элементами мы разобрались с кварками и теперь мы хотим понять почему три поколения какая математическая структура поднимет почему такая иерархия то ли есть какая-то геометрия подлежащая есть вот эта вот фагорейская идея платоновых тел которых вы знаете только пять и не может быть больше потому что трёхмерное пространство потому что вы не можете в развернутый угол вложить больше шести шестидесяти градусов то ли есть какая-то подлежащая глубокая математическая структура то ли есть фундаментальные вот эти вот самые основные элементы которые верили наши предшественные воздух, земля, огонь, вода мы не знаем ответ на этот вопрос но в википедии которые источники которыми я надеюсь вы пользуетесь регулярно есть такая статья ансоп в области физикс я всем вам рекомендую её прочитать найти и прочитать потому что интересно знать какие проблемы физики нерешённые что мы можем попробовать порешать их самим там решительно 36 проблем которые с точки зрения википедии являются нерешёнными проблемами физики современной хотя про некоторые проблемы есть уточнение что не факт что эта проблема относится к физике может быть она относится к философии или к чему-нибудь другому а в туры списка есть или это википедия это перетитивный разум классический физик с точки зрения википедии есть только одна по-настоящему нерешённая проблема ну проблема там конечно по гамбургскому счёту проблема глобальная это проблема турбулентности проблема построения самосогласованного полного описания потоков жидкости в режимах турбулентного течения это один очень интересный сюжет который мы так сказать не будем стандартной модели физики стандартной модели основная проблема это проблема частицы Хиггса вот этот самый пресловутый бозон Хиггса который сейчас будет искать большой адронный коллагер во-первых существует ли он во-вторых если его не существует то что это значит и отдельно выдана проблема поколений материи generation of matter существует ли ещё поколения кроме трёх более тяжёлые какие-то скрытые или их только три больше не может быть так же как не может быть шестого идеального платоновского многограммика и вообще почему поколения зачем приходит понадобилась вот эта периодичность свойства зачем кроме электрона есть ещё много который очень похож но только 200 раз привык и вот как я уже сказал всё это теоретики изучают использование того что называется слабая теория Коля это такое словосочетание есть у вас кто закончит работать в физике частиц неважно теоретически экспериментарь или в частности работать в ОТФе должны будут тесно познакомиться с этим понятием с этой наукой квантовского поля надо сказать что она не исчерпывается своими применениями в физике частиц и кроме этого большие применения находят эта наука её мерами её идеи в вилеке твёрдого тела причём особенно в последнее время как сказали иногда эти применения совершенно поразительные может быть не с той же поразительной как физики частиц но тем не менее удивительно насколько единообразно оказываются разные механизмы природы в разных совершенно областях главная теория поля это в каком-то смысле стоит на очень простой мысли что физика это история про основное состояние и возбуждение над ним вакуум и то что летает вакуум есть очень много важных вопросов что определяет выбор вакуума почему вакуум такой а не какой-то другой как взаимодействуют эти возбуждения между собой они пролетают друг сквозь друга не намечая как пуча света проходит друг сквозь друга не рассеиваясь в каком-то предназначении или же есть какой-то какой-то закон который определяет неофициальное взаимодействие надо ли рассматривать обратное влияние возбуждение на вакуум и так далее вопросов здесь очень много и это все вопросы очень глубокие одна из идей относительно новых в этой науке вот тоже слово это что вы запомнили в нашем выступлении слово дуальность была обнаружена что если вакуум выбрать правильно вот здесь слово правильно очень такое тонкое то возбуждение между собой взаимодействие слабо то есть над правильным вакуумом теория всегда такая как оптика как такая вот простенькая ленина но при этом теория может быть так и формирована что в разном значении параметра теории могут существовать разный вакуум над каждым из которых есть свои возбуждения свои как говорят в физике разложения слабой связи и то что выглядит в одной фазе возбуждение слабо взаимодействующим с точки зрения другой фазы есть какой-то чудовищный трокодилов совершенно невоспроизводимый и в частности в квантовой хромодинамике такое вот явление в физике в теории синагиумодействии являются с одной стороны квартублеоны в некоторой фазе как это называется фаза деконфаймента эта фаза реализуется в больших температурах в больших плотностях в ранних этапах развития вселенной и сильно взаимодействующие частицы пионы и адроны вот в фазе конфаймента в обычной той фазе в которой мы живем надо сказать что это различие оно тесно связано с той самой идеей спонтанного нарушения симметрии о которой я говорил на одном из предыдущих слайдов есть некоторая важная симметрия которая нарушена спонтанно в этой фазе и восстановлена в этой фазе насколько я соображен из студентов которые здесь присутствуют наверное из дуальности они имели дело только с ходжерской дуальностью с дуальностью между электрическим и магнитным полем эта дуальность тесный родственник этого вот этой дуальности о которой я говорю это все это все про одно и то же те кто имел дело с такой дуальностью наверное сталкивались с тем что называется условия плантования гирака с идеей о том что если у вас есть магнитный монополь то тогда чтобы теория была не противоречива то есть элементарный магнитный заряд такой же как элементарный электрический то тогда чтобы теория была не противоречива это означает что элементарный электрический заряд элементарный магнитный их произведение должно быть кратно некоторому числу которое в какой-то номеровке может быть выбран равным двумки например это означает что чем больше у вас электрический заряд тем меньше у вас магниты, потому что в произведении не может быть меньше магниты. И наоборот. И это ровно то самое, о чем идет речь. Если у вас электрические степени свободы слабо взаимодействуют, у них маленький заряд, то значит, что заряд магнитных степеней свободы большой. Они взаимодействуют сильно, и наоборот. Это в этом смысле то же самое. Симметрия, о которой я говорил. История про симметрию, это всегда история про две части. Про преобразование, про неразличимость. Про то, что вы что-то как-то преобразовали и получили то же самое. То, что вы не можете отличить от того, что было вначале. Симметрия, максимальная симметрия, она не особенно интересна. Симметрия, в каком-то смысле, всегда убивает динамику. Чем больше у вас задачи симметрии, тем легче ее решить. Тем меньше в ней истинное динамическое содержание. Тем больше в ней информации о поведении системы можно получить, зная ее поведение в другую область. Потому что это просто преобразование одного в другую. На самом деле истинная гармония, это всегда симметрия, которая слегка нарушена. Вот симметрия, но с небольшим нарушением. Подумайте об этом, это очень интересная мысль. Об этом очень ярко пишет, кстати, Фейнман в своих лекциях, рассказывая про японские ворота в Никко. Я не буду вам пересказывать эту легенду. В фейнманских лекциях можете найти ее сами. Кто читал, сейчас спорят. Конечно, если нарушение слишком сильное, тут уже как-то гармонии особенно не пахнет. Поэтому должна быть определенная мера. Это возвращаясь к вопросу о правильном выборе основного состояния в другую емманину. А есть вот такое утверждение про дискретную симметрию. Вот мировая статистико-балютовка холодильников состоит в том, что 90% всех холодильников делается по правшей, рука, правая рука. Но 10%, ну и многие левши тоже покупают такие холодильники. Но 10% холодильников делается это в левшей, которые открывают их левой рукой. Это реальное содействие. А вот за зеркалий было бы наоборот. И в этом смысле вот в нашем мире по холодильникам почетность нарушена. Ну понятно, что она нарушена, потому что по правшам и левшам она нарушена. Тем не менее, правша человек или левша, это не всегда так по нему легко понять. По холодильникам сразу посмотрели и сразу сказали. На более глубоком уровне, скажем, на уровне ДНК, почетность нарушена на 100%. Спираль ДНК всегда левая. В нашем мире правых спиралей ДНК не бывает. Или выстрелит, или вылит. Да. Вот оказывается, что в мире лимитарных частиц имеют место такое же явление. Почетность, то есть симметрия относительно отражений, иногда говорят относительно отражений в зеркале, но здесь надо быть аккуратным. В двухмерном пространстве, то не и тоже. Также нарушена 100%. Это было открытие, связанное с именами Ли Янга и экспериментатора Мадам Дю. Оно состоит в том, что, например, такая частица, как нейтрина, она всегда левополяризована в каком-то смысле. Ее собственный момент количества движения, как говорят, спин, он всегда направлен вот таким вот образом по отношению к импульсу, против импульса. А правая поляризованная частица не рождается, не бывает в природе. Бывает, не рождается. Здесь надо сделать некоторую оговорку о том, что это так в стандартной модели, я так скажу. Есть на самом деле, не совсем точно, есть такое явление, которое называется осцилляциями нейтрина, грубо говоря, связь этих событий, но это явление за пределами стандартной модели. В стандартной модели осцилляция нейтрина, сурово говоря, нет. Наша модельная подчетность нарушена на 100%. А вот другое проявление, более тонкое, нарушение ЦП-четности. Вот здесь вот на черной точке, это эксперимент ЦП-ВИР 99-го года. Черная точка, это распределение бредона распада нейтрального антикамезона, а красная, число распадов, так и все время. А красная, это для нейтрального камезона. Вот это экспериментальные точки. Вы видите, что они здесь совпадают, а здесь начинают отличаться. И вы, глядя на этот график, просто можете сразу сказать, что это антикамезон, а это камезон. То есть вы можете различить, ну, вы можете определить, что это антикамезон, а это камезон, но важно, что у вас есть эксперимент, который прямым образом вам показывает различия между частицей и античастицей. Частицы и античастицы друг от друга отличаются. Частицы, античастицы, это история более тонкая, чем нарушение П, это такое нарушение комбинированной ЦП, так называемой учебности. Зарядное сопряжение и пространственное сопряжение. Поэтому ситуация с дискретными симметриями, она такая довольно тоже хитрая. Такое себе отношение приведет к большому адрону Миколаеву. Должны вы меня в этом месте спросить. Что такое большое дрон-наколайдор? Это вот вид спичьего полета на вот эту вот долину реки, долину Женевского озера, Юра называется, где расположено кольцо. Вот это вот массив Альп, Мангуан, самая высокая большая в Европе. Здесь вот фонтан Женевский, такой сгибиидитый, 140 метров, кто знает Дженбетер. Здесь Церн в Днепропейский центре, реальные предследования. Это вот аэропорт. Полосы людьми. Это вот озеро Ременске. Здесь дальше Лозанна, Монтрён, все другие швейцарские города. А вот между кольцом. Оно лежит под землей на глубине такого саометра. Глубина меняется. И в четырех точках стоят детекторы, где встречные пучки протонов на этом устроении пересекаются. Церн расшифровывается, оригинальная расшифровка, это концы, это концы, это варенчерщик. Нуклеар, а Церн, вот этот, ну, по Си, от слова консилум, а не от слова центр. То есть консилум, консилум, некий совет людей, буквально. Но вот здесь в Церне есть такое место, условочное, которое называется кафетерием. Церн, где, собственно, вся вот ромка и делается. Особенно теоретику. Церн, даже что-то должны в туннеле что-то делать, в теоретике сидят в кафе, и обсуждают. Но это я, конечно, шучу, как вы понимаете. Хорошие теоретики знают, что происходит в туннеле. В другом взгляде, вот слева на этой картинке, это выглядит вот таким вот образом. Это кольцо и шахта в четырехмассиве. Вот массив Гюрой и массив Альпы. Длина туннеля 27 километров. Это старый туннель, у нас раньше был другой проект. Сейчас электрон. Электрон-миналайдер. У меня зарегание вокруг санепров. Встреченные протон-протонные пучки. Специфика ускорения стоит в том, что пучки классализуются на такие, так называемые, банчи, на сгустки протонов. То есть пучок неравномерно заполнен протонами, а летит такими сгустками. Эти банчи 268 шутки. По 100 миллионов протонов в каждом банчи. Скорость отличается от скорости света в восьмом знаке. Впечатляет. Энергия в максимуме будет 7 терра электрон-вольфов. Тера. Что такое терра? Кто помнит? Сколько это? 10 на 90-е. Да. Эта энергия пока не достигнута. Пока максимальная энергия достигнута. 2,36. Но это, безусловно, то, что будет достигнут через такое время. Сталкиваются они примерно 600 миллионов раз в секунду. Можно подумать о том, какой-то объем информации, как эту информацию нужно обрабатывать. Никакие современные информационные технологии не могут записывать результаты 600 миллионов столкновений событий в секунду. Даже если вам нужно записать по 10 байков на события. Поэтому на самом деле записывается далеко не все. Это 7 пэф. Если полезные упражнения, которые тоже тем из вас, кто интересуется физикой частиц и хочет этим заниматься, вы можете очень полезно начать с таких упражнений, как, например, перевод электрон-вольфов в джоуле. А это 10 минус 600 джоуле. Это примерно политическая энергия комара бытящего. Какая же физика высоких энергий? Скажете вы мне. Почему вы не использовали комаров в физикой частиц? Друзья мои. Зачем 10 миллиардов евро вкладываться? В чем секрет? Где высокая энергия? В какой точке? Где обман? Обман, конечно, в том, что число вагадра слишком большое. В числе вагадра обман. В комаре вся эта энергия размазана по всем несчастным нуклонам этого комара 10-20 штук. А в LHC всю эту энергию ничьет один нуклон, один протон. Ради этого все предприятие. И в этом смысле большой дронный коллайдер и все подобные эксперименты это эксперименты высоких полкностей энергии в каком-то смысле. А вовсе не высоких энергий с энергией. Но при этом полная энергия пучков она вполне серьезная. Энергия пучка это вот 288 банчи, 100 протонов в банчи, 100 энергий в протонах. Это порядка 400 мегаджоулей. Это 100 килограмм тротилов эквивалент. Поэтому если, не дай бог, пучок теряет управляемость и выходит из своей даректории, то результат такой, как будто бы у вас там забололос 100 килограмм тротилов со всеми текающими последствиями. Поэтому управляемость пучка и безопасного вывода выделяется отдельное, очень большое внимание сложнейшая инженерная задача. Ну, вот это такая картинка, как это выглядит. Это труба, дупольные магниты, которые осуществляют поворот заряженных частиц. А это такие дупольные, которые осуществляют некую фокусировку пучка, чтобы он не всплывался на стенках. А в разрезе это выглядит так. Одна труба, вторая труба в одной аппаратуре летят в одну сторону, в другую, в другую. Все это погружено в общую магнитную систему. А эти трубы это что? Нет, здесь очень много служебных, это переменная. Здесь все же находится в магниты сверхпроводящих, то есть это все еще находится в ГТГ. А эксперименты, которые, как любят писать XR на своем сайте, все из the coolest place in the universe. А какой диаметр этих труб где пучок? Сам пучок, сам пучок он микронный, а в этой трубке это вот такой примерно 4 сантиметра. И в четырех точках этот пучок сводится двастричные, там они сталкиваются. Есть четыре эксперимента. Два эксперимента Атлас и Семеск, эксперименты большие, которые будут искать все, что угодно. Все, что родится в столкновениях этих протонов при такой энергии, а чем больше энергии вы закачаете от столкновений, тем более тяжелые объекты у вас есть шанс родить и продвинуться по этой шкале энергии и расстояний, которые я привел на первом слайде, к большим энергиям и большим исцелениям. Как вас учат твантливая теория, родится все, что может родиться при данной энергии, только сразу. третий эксперимент хсб отдельно посвящен физике частиц, содержащих B-кварк. Особо интересный кварк, представитель третьего поколения кварк, тяжелый кварк, B-кварк. Четвертый эксперимент начнет обучить позже будет держать физику столкновения тяжелых ионов. А ионы откуда возьмутся? Ионы будут туда геновироваться самым маленьким кольцом, который будет разгонять, а потом будет немецко. То есть маленькое кольцо разгоняет ионы и с ним сталкиваются те самые протоны? Нет, нет, он будет запускаться в этом кольце. А, то есть этот же ускоритель будет ускорять вместо протонов тяжелый ион? То есть который диаграмма может показаться вам при первом взгляде сложнее, на самом деле она смысловища и простая. Эта энергия тоже в арифмической шкале на вероятности разных процессов. В физике любят вероятность измерять в единицах площади. Есть в физике частиц такая странная привычка измерять вероятность как площадь. И называть их словом сечения или бренчинга. Почему как площадь это тоже вопрос который интересно подумать. полная вероятность все вероятности растут с энергией. Полная вероятность она вот здесь находится. Вот вы видите это разные проекты вот большой грудный коллайнер вот его энергия а вот это вероятность разных процессов в частности процессов связанных с рождением каких-то новых частиц неизвестных процессов связанных с рождением Хиггса вот это так называемая диаграмма Фейнмана которая графически представляет вам эти процессы например этот процесс состоит в том что у вас кварк столкнулся с кварками и они родили W-базонки а вот этот процесс описывает кварк два глиона которые через такой как говорят виртуальный T-кварк преобразовались в X квантры теории поля огромное множество процессов физики изучают и вероятность интересных процессов вы видите что здесь сложилась грифмическая шкала мили микро нано пика чем более интересный процесс тем к сожалению вероятность меньше и меньше и меньше поэтому чтобы выделить один очень редкий процесс с редкой вероятностью с маленькой вероятностью на основном огромного количества общих процессов требуется весьма изощренная техника техника обеспечивается вот этими детекторами это совершенно гигантские установки ATLAS и CMS в этих установках есть сложная система магнитных полей от которых заряженные частицы отклоняются и поэтому можно интенсировать их заряд более другие детекторы позволяющие идентифицировать что это были за частицы родившиеся в процессе взаимодействия это эксперимент LHCB здесь кучок как раз обмотки магнита эксперимента LHCB нет кучок кольцо вот человек видите вот сейчас это все закрыто смонтировано под землей нет труба сейчас LHCB сейчас начался набор данных вакууме или вакууме или вакууме все продукты распада вылетают из вакуума вот что происходит в результате так называемый дисплей событий здесь произошло столкновение а дальше у вас полетели вторичные частицы попали в разные детекторы вот эти красненькие синенькие зелененькие кластеры говорят они вам говорят что у вас этот данный трек это частица производительства с этим детектором с этим с этим с этим это достаточно информации чтобы сказать что это была за частица какая-нибудь энергия вот это первая картинка которая получена на реальных данных OHC эта картинка совершенно наивная это реконструирован пинольный зон есть такая частица нейтральный пион который распадается на два фотона улетают в разные стороны с равными половине его массы мы давно знаем о том что частицы есть это никакое не открытие но тем не менее то что это умеренно видна как пик в физике частиц очень много таких пиков и видна именно на той массе должна быть на реальных данных это очень хорошо это говорит о том что этот элемент детектора работает хорошо и правильно восстанавливает распавшуюся частицу вот другой экстремен атлас здесь события более сложные события так называемые банджеты группа частиц которые произвел один конус по анализу структуры этих конусов вся информация которая возникает о том что произошло в что там родилось делается из этого анализа поэтому заключение моей части утепления что может быть на большом огромном коллайдере атласы CMS открывают новую физику открывают новые частицы новые взаимодействия это самый ожидаемый сценарий сценарий который мы хотим видеть и чтобы третий эксперимент в HCD еще обнаружил соответствующее отклонение предсказания стандартной модели для тех причин которые он будет измерять интересный сценарий когда какой-то эксперимент увидит новую частицу а какой-то нет что это будет означать это будет очень интересно пообсуждать наконец самый конечно ужасный сценарий состоит в том что никто ничего не увидит кроме Хиггса в каком-то смысле Хиггс не увидит почти обятанно а этот сценарий очень нехороший потому что не узнать ничего нового как-то было бы совсем жалко но есть серьезные основания думать что он не случится поскольку мы знаем есть много указаний на то что физика за пределами стандартной модели есть внутренние осцилляции и ряд других вещей поэтому мы очень надеемся что этот сценарий не реализуются на этом я свою часть выступления завершу что я вам скажу по поводу ИТФа в связи со всем вышесказанным если вы хотите заниматься настоящей наукой а не видимостью то ИТФ это правильное место для того чтобы попробовать это сделать как это у вас пойдет найдете свое призвание в теории в численном моделировании в эксперименте или в научном менеджменте может быть почему нет это жизнь покажет но в области физики частиц ИТФ на сегодня в стране у нас является без ложной скромности скажу ведущим институтом на мой взгляд но это можно какими-то рейтингами подтвердить в частности на кафедрах на кафедре нашего института открыта с этого года новая специализация квантовой гравитации грибровочных поля эта специализация ориентирована главным образом на теоретику на тех людей которые собираются изучать теоретическую физику с точки зрения в частности за пределами стандартной модели физики квантовой гравитации грибровочных полей это хороший выбор на мой взгляд для тех из вас кто хочет заниматься физикой высоких энергий квантовой теории поля если ваша душа лежит в физике твердого тела в физике биофизики в физике плазмы к множественных областей это не профильные области для ИТФа и для этой кафедры и для этой специализации но если вы хотите заниматься физикой частиц то как говорится ВАРКОМ ВТФ и на специализацию квантовой гравитации грибровочных поля одним из значимых владельцев является Михаил Юрьевич поликарта которая сейчас продолжит поступление но наверное на вопросы будем отвечать вместе потом не знаю они забудут за что ну как скажут наши организаторы мы можем ответить потом на вопросы вместе оба либо по очереди так ну если нет коротких вопросов то давайте наверное перегоним словом при выдаче потому что ну потом это мне наверное коротко совсем надо не утомлял а полчаса у вас точно ну слайдов у меня гораздо больше чем на полчаса но это не страшно остановимся на любом месте ну это вот название наших лекций я немножко расскажу действительно чем мы занимаемся вот это и вот красным выделено ну не то что главная наша специальность то что вот у нас в нашей группе есть но часть ее значит у меня будет короткое введение дальше я расскажу про некоторые численные эксперименты которые мы можем делать и дальше я расскажу скажу что вот численные эксперименты и расчеты на компьютерах на супрокомпьютерах это для нас некая подсказка чтобы развивать теорию элементарных частиц ну так сложилось в настоящее время что существует чистая экстрементарная физика элементарных частиц существует теория со простыми сложными формулами и существуют компьютеры и появление компьютеров вот на арене физики произошло неожиданно это произошло последние 20 или даже 10 лет и оказалось что суперкомпьютеры могут что-то сделать лучше чем человек не то что цифры перемалывают но даже наблюдать новые явления и суперкомпьютеры они играют роль для нас как бы микроскопа или как бы подсказчика того что мы можем использовать за построение теории именно за построение теории частиц я скажу какими вопросами мы интересуемся но в принципе мы занимаемся теорией а суперкомпьютеры они являются некоторым инструментом помогающим нам осмыслить то что происходит на эксперименте в действительности суперкомпьютеры позволяют воспроизводить многие эксперименты вот на ускорителях которые сверху изображены и на ускорителях мы не всегда можем понять детали чего происходит а суперкомпьютеры мы можем внутрь заглянуть посмотреть как там цифры бегают и понять что же такое происходит в мире наших элементарных частиц ну это соавторы были вот этих вот исследований которые я буду рассказывать я должен сказать что я два года назад уже здесь рассказывал что-то подобное и многие и те люди которые случайно забрели сюда через два года увидят знакомые слайды но часть из них новые и слайдов много я буду рассказывать коротко только про несколько вещей которые мне кажется наиболее интересны так вот мы занимаемся теорией сильных взаимодействий мы занимаемся вопросом как элементарные частицы состоят из склада вот вообще все элементарные частицы которые мы знаем о которых говорил Владимир Игоревич которые вводят стандартную модель но мы занимаемся вот в данный момент я буду рассказывать про некоторые загадки великие которые существуют в мире кварков вот есть на 6 кварков и глионов кварки и глионы подобные электронам и фотонам кварки это такие частицы материи а глионы переносят между ними взаимодействие так же как фотоны которые переносят вот свет или взаимодействие между тяжелыми междуэлектрическими зарядками вот вся теория записывается вот одной такой формы которая выглядит чрезвычайно просто и я должен сказать что эта формула известна уже 40 лет и не будет привлечения сказать что лучшие физики теоретики пытались понять свойства этой формулы ну квантовые свойства этой формулы и не достигли и парадокс заключается в том что компьютеры могут возиться с этой формулы и продвигаться немного дальше чем теоретику вот так как я стараюсь говорить коротко я опускаю много и слайды и я остановился только на одной проблеме мы о проблеме неволитания цвета мы знаем что значит кварки и глионы они сидят всегда внутри элементарных частиц вот если мы на оскорителе смотрим на элементарные частицы мы видим внутри нее кварки и глионы а наружу они не вылетают вот сидят там внутри и все никакой силы их оттуда не вытащат и вот почему и есть даже не предположение есть веские основания предполагать что вот эта вот формула отписывает это свойство это а теоретически это свойство непонятно когда наступал 2000 год известный американский институт объявил что существует несколько загадок тысячелетия ну помните там миллениум то да все миллениум так вот есть несколько миллениум проблем в физике в математике и проблема неволициального цвета она это одна из проблем тысячелетия за решение которое полагается в приз миллион долларов но это побочное явление если решить эту проблему наверное морально будет гораздо более дорогим так или иначе вот компьютер очень легко воспроизводит это явление неволитальный цвет вот здесь нарисована структура глионов или структура энергии между двумя кварками и вот простенький компьютер типа этого лептопа он за часа за 34 работает воспроизведет вот эту вот картинку то есть два кварка связаны какой-то струной или каким-то потоком я с ним делал что струна это однородно и чем если мы хотим растянуть два кварка кварк антикварк мы расстаем в два раза больше чем они сейчас находятся то нам нужно положить какую-то энергию чтобы растянуть вот эту вот струну струна создает линейный потенциал значит сила постоянная если пересчитать ее на наш человеческий язык то сила между кварком и антикварком отложится очень даже большой даже с нашей стерналистической точки зрения она оказывается равна 12 тонн и вот на очень маленьком расстоянии существуют такие силы которые описываются вот той формулы цельного гранжа и компьютер понимает как это сделать вот он это картинка с компьютера а лучшие теоретики вот 40 лет думают наша группа тоже занималась думала но не придумала пока вот теперь про методы я не буду говорить это методы квантовой теории поля ну время я хотел обратить ваше внимание существует такая великая загадка объяснить неволентальный цвет вот эти вот 12 тонн которые возникают между кварком и антикварком при помощи компьютера мы даже можем смотреть внутрь этой трубки ну все есть цифры есть и мы видим некоторую структуру есть такие частицы которые закручиваются то ли такие мы пока не знаем вокруг центра трубки есть такие потоки энергии внутри трубки более того мы можем смотреть вот то что я я еще показал это был мизон частицы состоящие из кварка антикварка мы можем смотреть как встроен протон и нейтрон они устроены следующим образом вот опять эти три пика соответствуют прикрепленным в пространстве трем кварком и видно что между ними образуются вот эти вот поля состоящие из глюона самое поразительное в этой картинке то что она явно показывает что у нас потенциал между этими треокварками не равен своим парным потенциалом а это впервые со времен Ньютона мы видим явно что существует трехчатичная сила в природе вот всегда вот гравитационные силы ну грубо говоря ньютонские электрические электромагнитные которые были всегда парны а здесь оказывается кварки протонов связаны трехчатичными силами ну вот здесь некоторый эпизод про то зачем же нужны вот эти вот глюонные трубки или силы связывающие кварки протоны и нейтроны оказывается они ответственны за массу всех окружающих нас тел вот значит это некое наше тело которое изображает массу у него размер порядка метра идем глубже есть молекулы которые размером порядка 10-8-10-10 метров идем еще глубже молекулы устроены из атомов но это в детском саду это уже проходит вот размер этих атомов действий в десятый метр дальше в детских садах проходит что крутятся электроны вокруг ядра вот и электроны это порядка 0,5 условных единиц массы в центре сидят протоны нейтроны они образуют атомное ядро и у них масса вот тысяч то есть они две тысячи раз примерно тяжелее чем каждый электрон протоны нейтроны а вот вот это вот ядро вот значит протоны нейтроны размеры здесь а вот протоны нейтроны они устроены из трех ваг так вот главная или такой парадокс или удивительная вещь состоит в том что масса кварка она 3-5 меж вот каждого из трех а протон весит тысячи меж откуда берется вот масса протонов протоны нейтроны образуют наши вот все тела нас самих вот все что нас окружает да ответ на этот вопрос лежит в обратной формуле нейтроны все знают картинку про атомную бомбу что там часть массы превращается в энергию и далее в детском саду вот эту вот формулу что столько вот энергии образуется из вот этого избытка массы который превратился в энергию так вот оказывается что вот эти вот поля которые связывают три кварка они настолько энергичны что их энергия поля составлены из безмассов углеводов но они настолько энергичны настолько там много закачанной энергии вот в эти связывающие кварки трубочки вот в эти треугольнички что по обратной формуле Эйштейна вот эта вот энергия преобразуется в массу и создают всю массу протонов нейтронов нас вот этих столов там то есть мы состоим грубо говоря мы состоим не из массы мы состоим из энергии которая из своей концентрации превратилась в массу по обратной форме мы состоим не столько из кварков сколько из глионов да масса кварков она одна сотая от массы протонов и все остальное это масса глионных это не глионных полей а это энергия превращенная по форме дальше идет у меня анекдот на время которое рассказывает у меня он приличный значит чтобы посчитать эту картинку потребовалось порядка года счета на суперкомпьютере и работали значит наша группа японская группа в коллаборации и немцы ну как же так дело происходит ну существует там 10-15 трудолюбивых студентов аспиратов которые там что-то на клавиши нажимают существуют профессора которые так сказать руководят вот и потом пишут статьи ну японский профессор написал статью послал другого профессора в России это там немецкого профессора и статья ходит по почте ну пока там ну профессора дописывают статью обмениваться мыслями как лучше написать но людей много все путается и в первом варианте этой статьи вот здесь не видно была вот такая страничка которая уже была после на все эти журналы вот здесь под одним рисунком который изображал энергию вот в такой вот системе один профессор очень сильно обозрелся на японских студентов который не отложили здесь на осях единицы измерения и он приписал что все это отложено в единицах бог знает каких и послал другому профессору тот профессор не заметил эту самую послал в журнал рецензенту журнала тоже не заметили только за неделю до опубликования мы поняли что какая-то фигня получается вот мы срочно изъяли ее из печати но в сети в сети она есть вот эта стандартная ссылка на статью это версия 1 из сети ее уже все не уберешь она там забита гвоздями это стандартный архив статей вот в 1 это версия 1 там есть картинка с такой позорной подпись ну я не знаю не в позорной ну бог знает каких это может и хорошо вот а версия 2 которая опубликована в журнале уже здесь написана там каких-то единиц но это анекдот про то что все спешат работает много людей и спешат не из-за того что свойство характера такое а спешат потому что область интенсивная много людей работают боятся что другие люди их обгонят и это просто это анекдот показывает что область живая как устроены международные нужны ну да ну что область живая что вот все более-менее кипит это некоторые эксперименты показывают что струна между кварком и антикварком могут разрываться ну это вот таблица элементарных частиц сейчас известно 159 мезонов и примерно 130 барионов ну не барионов там другого они называются но частиц состоящий из трех кварков ну барионов вот вот оказывается масса первых 15 частиц компьютер замечательно предсказать но суперкомпьютер а люди не могут вот почему так происходит компьютер легко работает с той формулой а люди ни одного приближения хорошего ну грубо говоря ни одного хорошего приближения той формулы придумывать не могут это большой парадокс который заставляет вот нас синтезиазм относится к нашей специальности в действительности нервный элементарных частиц квадроизоглионных вполне разнообразен там есть свои фазовые диаграммы ну знаете есть фазовые диаграммы там вода пар лёг и так далее а это фазовые диаграммы вот того квадроизоглионного вещества вот там есть всякие фазовые переходы всякие удивительные состояния вещества типа квадроизоглионной плазмы там цветового сверхпроводника и так далее и так далее рассказывать эту картинку я привожу для того чтобы сказать что там существует свой мир со своими законами ну немножко похожим на наши но какие-то фазовые диаграммы все вот эти температуры отложены страшно несколько миллиардов градусов и так далее а вот смотрите а на ускорителях вот эксперименте Алиса это на ускорителе РИК можно будет исследовать вот эти вот области РИК сейчас работает в Америке и мы по-разному работая на разных ускорителях можем исследовать вот эту вот фазовую диаграмму и изучать как устроены там вот эти всякие цветные сверхпроводники это вот стандартная реклама ускорителя РИК сейчас можно пошло на следующее раньше стало протоны с протонами протоны с электронами ну электроны с электронами а сейчас стало тяжелые ионы и оказывается раньше вылетало из одного столкновения сотни частиц а сейчас вылетает из одного столкновения тысячи частиц и это совершенно другое статистическое явление уже здесь теория не одних частиц а теория статистики здесь образуется новое состояние вещества квадриллионной плазмы и в качестве примера давайте быстренько скакну назад извините вперед приведу одно из наблюдений которые или вещей которыми мы тоже в настоящее время занимаемся это так называемые нецентральные столкновения тяжелых волн вот смотрите если два шарика вот это один тяжелый волн гидроатма вот другой летели и нецентрально столкнулись вот чего-то внутри образовалось остатки а эти два проносятся мимо вот этой вот ну вот этот кусок называется фаерболт там или квадриллионная плата что происходит и вот тяжелые волны заряжены то есть течет два тока вот к разной линии его значим если течет два тока то как вы знаете как проходили в средней школе возникает магнитное поле так вот это магнитное поле во время центрального столкновения тяжелых волн оно страшной величины его нет в природе вот земное поле это 0,6 гаусса поле магнита это ну я не знаю 100 гаусс в самых сильных звездах это 10,15 гаусс магнитное поле 215 гаусс а в столкновении тяжелых волнов не центральных вот которые в Рике сталкиваются в Америке оно 10,17 гаусс и здесь сила магнитного поля такова что вот электромагнитные силы они становятся по величине равным силам сильных взаимодействий ну вы знаете что есть телевизионные слабые есть электромагнитные так вот магнитный поля здесь настолько велики что они взаимодействия за счет магнитных полей здесь сравняется сильно два взаимодействия как говорят интерферируют и начинают влиять друг на друга и благодаря этому В столкновении тяжелых илонов возникает новая физика, которая была раньше неизвестна Потому что здесь сравниваются два взаимодействия и возникают совершенно новые необычные эффекты Это все про описание этой физики, но про которую я не буду говорить Это как вакуум наш устроен, вот из таких вот штучек Давайте вот здесь вот Вот смотрите, вот это вот синенькие точки, это эксперимент в Америке на этом речи А это вот наши красные точки предсказания, объяснения этого эксперимента частично при помощи компьютерных измерений Вот этот эксперимент, я даже не сказал, что по осям отложено Он имеет отношение к тому, что сильные взаимодействия сравнялись с электромагнитными взаимодействиями Вот это некоторый новый эффект, который называют частичное там или какое-то нарушение ЦП Теперь давайте я через СССР скакну Пусть получится застрял Я хочу перейти к последнему слайду, но она меня не пускает Не хочет Ну не хочет, так не хочет Давайте я на этом месте оставлюсь Это имеет... Я рассказал про некоторые вещи, которыми мы занимаемся вот в ВТФе На этой нашей новой специализации мы приехали с Владимиром Игоревичем сюда, чтобы рассказать про то, что... Вот открыта новая специализация, которая называется фланговая реабилитация для ВТФ И к нам стали приходить студенты из других кафедры Меня даже начальник кафедры попросил прийти и сказать, что не надо идти к нам на нашу специализацию новую, потому что она очень сложная Но я пришел в эту группу и рассказал, что физикам-теоретикам быть очень сложно Плохой физик-теоретик совершенно никому не нужен Это страдания для этого человека и для окружающих И мы занимаемся именно вот такими сложными вещами, приходите к нам Но эффект произошел обратно, пришло сразу же много человек Но я не знаю, я повторил эти слова, что мы занимаемся очень сложными вещами Может действительно кто-нибудь из вас к нам придет Еще скажу, что три года назад трое наших студентов из секса получили Как раз вот за эти исследования, кварбленные Премии правительства России для молодых ученых Все, спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя, у кого есть вопрос? На наши вопросы Члены уравнений можете пояснить для нас? Там, где вы говорите, где-то думаете? Нет Чтобы в целом понять, что вы мешаете Ну, давайте сначала напишу Без коэффициентов Без коэффициентов Без коэффициентов электродинамик Тут есть всякие плюсы, минусы Есть лаконжан электродинамик Это кинетическая энергия потонов Это взаимодействие потонов с электронами Все это поля электронов А S меню, ну, как известно Оно Диу Амин Минус Диу Амин Амин Так вот Здесь все ясно Все очень просто Мы умеем с этим работать А сильные взаимодействия От ДМ От ДМ ДИМ ДУ Си Что такое ДС Не хочу Здесь длинные производства Не хочу Это взаимодействие потонов с электронами Это толк Ну, не важно Это взаимодействие потонов с электронами Вот Сильные взаимодействия Динам Не знаете Я Записывается в совершенно похожем образом Ну, кратко Зазначение Вот это вот поля кварков А это Кинетическая энергия плюона Отличие вот этих От этих Стоит в том Что здесь стоит трейл Вот это число А это матерца Здесь мы все понимаем И можно на руках все сделать Решить и так далее А здесь мы ничего не понимаем Вот как только перешли к матрицам А матрицы нам нужно Потому что там устроены Симметрии Про которые рассказывал Владимир Ильич То есть можно сказать Часть Ну, я преупречу Что мы ничего не понимаем Часть простых взаимодействий Мы можем отсюда понять Выписать И это и есть То, что называется Скажем Пертурбативная квантовая Кромодинамика Но вот самых интересных Ответов Или явлений Типа невылетания кварков Они заключены здесь Вот в этой форме Но как их вытащить То есть если говорить вульгарно То в электродинамике Потенциал это Четырехмерный вектор Компоненты которого числа А здесь Потенциал это Четырехмерный вектор Компоненты которого матрица Решать эмориционную задачу И соответственно Вы знаете Мы решаем Мы решаем квантовую задачу Квантовая теория поля Вот давайте Если вот Давайте пока этого бы не было Что такое Квантовая теория поля Для патонов Мы должны были бы Почитать интеграл По всем Траекториям Амю Это бесконечно-мерный интеграл Амю от х Зависит от каждой точки Интеграл берется Е в степени И на действие А действие Там имеется интеграл Там Д4х От Лагранжиана Ну и вот Это вот Квантовая теория поля Или квантовая электродинамика Вот И Здесь мы Для квантовой электродинамика Заряд маленький Мы можем использовать Теорию умышлений Более-менее Мы умеем работать С таким бесконечным Мерным Интегралом А как только Вот эти вот матрицы Дурацкие возникают Дурацкие Наоборот Да Ничего сделать мы не можем На руках Компьютер может Он может брать Бесконечно-мерный интеграл А мы Догадаться Как его вычислять Не можем Хотя думаем Вот Над этим И что-то придумали У меня просто Время нету Говорить Ну рассказывать Про то Что мировая наука Знает про него Ну Мировая наука Много чего Знает Но не до конца Никто миллион долларов Этих пока Не получил Но мы знаем Характерные поля Которые важны Для этого интеграла Оказывается Там Возникают Некоторые фрактальные Области То есть Мы работаем В нашем Четырехмерном мире Три пространства Одно время А Те поля Которые важны Для возникновения Этих труб Между кварком Антикварком Они Живут в пространстве Не три Не четыре А каких-то Вот На фрактальных вещах И так далее И так далее И это эффекты Которых Никогда не бывает Вот В электродинамике С линейным Когда мы работаем Счетливо Из-за этих матриц Получается Вот такая петрушка А Интеграл Что означает Само по себе Ну Лагриджан Интеграл Интеграл Лагриджан Если у нас есть действие То Минимум действие Это классическая траектория Если мы решаем Квантовую задачу У нас задачи Квантовые Ну Потому что Ну Все на маленьких Расстояниях И там Закон Описывается Квантовая механика Интеграл Нужно взять По всем полям В каждой точке Ну вот Грубо говоря Для Квантовой механики Это означало Если мы рассматриваем В классической механике Вот частица Летит по какой-то Траектории Вот Какой-то определенной Ну в поле По одной То квантовая механика Частица Это мы должны Рассмотреть Все траектории Которые связывают точку И взвесить Их с вероятностью Есть какие-то действия Субтитры Это Ну Вопрос Что такое Комплексная вероятность Но я не могу сейчас Все сказать Ну Всю правду Не могу сказать Да Вот Только части Ну Пытаюсь Часть сказать Вот Ну Взвесить их нужно С каким-то весом С какой-то вероятностью И И частица Как бы Нащупывает Пытается Если Комплексная вероятность Она почему-то знает Что нужно лететь По Комплексной Тректории Которая связана С мнением Действия А квантовая частица Она как волна Она сразу же По всему летит И это И есть Комплексная механика Вот Описание При помощи Национального Интеграла Комплексная А здесь Еще хуже Здесь у нас Не частица Которая одна А у нас Поле Которое одно В каждой точке Пространства времени Х это У нас Х1 Х2 Х3 Три наших пространства И Т То есть Различие примерно Как между Теормихом И теорией упругости Теормихи Конечная числа Да Как между Соллером И плотником А в теории упругости Число Бесконечное число Степени цимбола А сам интеграл Физически Что означает Он измеряется Это хороший вопрос Сейчас закажу Квартовый механизм В действительности Вот этот вот Интеграл Типа Производящий Производящий Суммы Больцмана Но вот Когда мы Хотим измерить Среднюю энергию В Статистике Да Статсумы Да Типа Статсумы Мы берем Единицы на З Да Сумма Там по всем Мы ставим Е в степени Минус Е МТ На Зеленое На КТ Умножить На На Е МТ Да Чтобы измерить Фланговые механики Среднюю Какого-то оператора О Который зависит От полей Вы должны То же самое Сделать Е в степени ИС Зеленое На интеграл На Е в степени ИС То есть Это З внизу То есть Здесь Есть очень Большие Переплички Четырехмерной Теории Поля И трехмерной Стационной Почему так Меру Стран Я не знаю А что измеряется На выходе Если это не длинно Сейчас скажу В квантовой механике Измеряемыми Величинами Являются Некоторые Средние Скажем Сколько времени Атом Находится В данном Состоянии Прежде чем Испустить Фотон Вот эти Средние Обозначаются Точно так же Как и Статистике Средними Уголочками От буквы В И вот Чтобы вычесть Средние Нужно посчитать Вот такой Интеграл Отношение двух Интегралов Точно так же Как мы считаем Большевскую сумму Ну чтобы посчитать Средние От энергии Эти средние Наколайдер Измеряются Да Эти средние Скажем Время жизни Чтицы Она в среднем Равно Там Я не знаю Сколько Там На 10 Минус Сколько И вот Мы Если Были умными То Исходя Из этой Формулы Мы бы Посчитали Среднее Время жизни Кажет Чтицы Да Вы знаете Что поразительно Что формулы Исключительно Хочты Ну вот Я взял И написал Все Вы не сказали Что такое ДМ Они здесь Судьбы Сложны ДМ Не имеют отношения Помочь То есть Это тот случай Когда мы умеем Решать Уравни И не умеем Их решить Да Мы В очень Музском Кругу Для Очень Больших Энергий Мы Понимаем Мы можем Их решать Наши решения Сопример А вот Вроде Я все Написал Посиди Вроде бы Часа Два Три Ночь Ну неделю А 40 лет Люди думают И ничего Не придумывают А компьютер Может И в этом Парадокс Который Дает Какую-то Энергию На борьбу С компьютером Или с природой Спасибо Еще вопросы Есть? Не хотят Не хотят Ну какой-нибудь Такой Глупый вопрос Насчет полезности Всего этого Для Нашего Населения Для нашего Народа Ну Можете Сказать Ну вообще В церкви В церкви был сделан Интернет Все знают Что интернет Ну точнее сказать Интернет А продавлен По Вай-вай Сделан В церкви Просто Если бы церкви Взяла Как церкви Организация Тринополитет Патент То Я думаю Что Можно было построить Еще 10 коллайдеров Потом Надо понимать Что это все Относительная цифра 30 миллиардов евро Стоимость коллайдера Это Здесь Это Три недели Войны в Ираке Это Все другой масштаб денег В главном смысле Человек Что тратит С совершенно Другого масштаба Рисурса На Главное Главное Глупость И Это Односотое Того Что Наше Политетство Выдало Нашим Бан Мы не будем Кредитировать Политетство Но В принципе Американцы Критика Масштаб Здесь Докажется Что Много А на самом деле В общечеловеческом Смысле Это Совершенно Я бы тоже Развивал Ответ На этот вопрос Что В принципе Это Такая Физика Это Та Область Науки Где Для создания Экспериментальной Установки Приходится Использовать Существующие Технологии На грани Их возможностей Ну Это Всегда Так Это И при этом Есть В других Отрасли Промышленности Скажем Где технологии Используются На грани возможностей Но как правило Это Военные И соответственно Это Как раз Получается Возможность Развивать Технологии Самые Передовые Технологии И при этом Не получать На выходе Ничего Взрывающегося И стреляющего Ну Правильно Я соглашусь Единственное С таким Комментарем Что на мой взгляд Углопощебна Логика Оправдания Науки Развитием Технологий Инноваций Науки Науки Это Культурное Поле Которое Из которого Все Технологические Военные И прочие Результаты Получаются Как То что называется Спин-офф Некий Побочий Инфектор Но это Побочий Инфектор Нельзя Думать Что если я Их буду развивать То у меня Не сами Все развиваются Они развиваются Когда у вас Есть Вот это Китательное Поле Культурное Некой среды Это вот как Со спортом В этом смысле Аналогия С нашими Делами В Ванкувера Совершенно Примая Что Это очень Просто Миллион Сколько Доллар Обхидинку Зарплат И там Пообещать Сто Тысяч Доллар Призовых Убийство Чемпионов Это Так Но так Это Не делается Очень Долго Можно Очень Долго Попотливо И Незаметно Грязно Разбивать Секции Массовый Спорт Доступность На Поднимать Старую школьную Скультуру И так И это Среда Потом Питает В данном Случа Какой вопрос Какой Ответ Вопрос Был Зачем Это Нужно Для Приложения Соответственно И ответ Зачем Это Что Это Дает Именно Для Приложения Я На это Что Разное С точки Звения В том Часле И Нашему Руководству Я В том смысле Придерживаюсь Той Что Наука Самоценна А Если Бонус Народных Хозяйственных Значений Мы Ставим Себя В заведом Проборожном Идейном Проборожном Проборожном В этом Сумсле Хотя Конечно Мы при этом Прекрасно Понимаем Все Вся В частности Той же Цель И является Крупнейшим Заказчиком Для Хай-тек Помышленности Важных Кланов Где она Есть К сожалению У нас Очень мало Поэтому Мы Могли бы Эти заказы На них Претендовать Но А вот Нельзя Науку Трактовать В этих Квантовых Полях Мысли Вы Нащупываете Некоторые Экстремали Истинные Вы знаете Это Слишком Философски Стервоаппарат Слишком Философски Просто Любопытно Поддовольств Этим Любопытно И все Ни о чем Такого Высок Не задумывается Мне тоже кажется Что это Вещи Которые Котивации Такие же Какое Будет Еще Девушки Хорошо У студентов Которых Падает Нет Никаких Вопрос Ну Если Не Хотел Тогда Давайте Побомендарим Докладчик Еще раз АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Наши Координаты Если Вы У У У У У У У У АПЛОДИСМЕНТОМ 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 И просто я говорю, что здесь материалы гораздо больше чем.